Плодосъемник для яблок. Осенний сбор урожая – процесс ответственный. Чтобы продать или переработать плоды, важно собирать их без повреждений, поэтому просто встряхнуть дерево нельзя, а если срывать каждое яблоко вручную, то на сбору идет слишком много времени. Чтобы упростить задачу, рекомендуется выбрать подходящий плодосъемник для яблок. Это приспособление помогает собирать плоды, не повреждая ни кожуру, ни мякоть, причем значительно экономится время по сравнению с ручным методом. Покупные приборы для сбора яблок. Плодосъемники для снятия яблок можно сделать самостоятельно, используя для этого подручные материалы. Но гораздо проще приобрести готовый вариант в магазине. При этом садовод может выбрать из следующих вариантов пластмассы тюльпан. Приспособление из плотного пластика выглядит как высокий стакан с прорезями верхней части, придающих ему сходство с раскрывающимся цветком тюльпана. Плодосборник для яблок размещают так, чтобы фрукт оказался в стакане, а черенок – прорезь между пластиковыми лепестками. Затем нужно прокрутить рукоятку вокруг своей оси и все, сорванный плод можно аккуратно поместить в корзину. Это очень простая и удобная конструкция. Единственная сложность может возникнуть с яблоками, обладающими слишком твердым и прочным черенком. Пластмассы тюльпан – плодосборник из проволоки. Конструкция предусматривает наличие чаши, сделанной из проволочных струн. Получается нечто вроде захвата, когда яблоко попадает в него, достаточно просто прокрутить этот съемник вокруг своей оси и фрукт будет сорван. Затем плод аккуратно кладут в корзину. Цанговый съемник – еще одна удобная ручная конструкция с телескопической ручкой. Такое решение позволяет при необходимости регулировать длину шеста. Что касается наконечника прибора, то его изготавливают из разных материалов. На рынке представлены модели из металла или пластмассы. Есть также съемники, дополнительно оснащенные мешочком, позволяющим срывать сразу несколько плодов, что значительно ускоряет процесс. Плодосборник для яблок с телескопической ручкой и с захватом. Принцип действия у него мало чем отличается от описанных выше моделей. Главное преимущество – наличие металлического захвата, напоминающего сложенные пальцы. Благодаря такой конструкции плодосборник может захватить не только крупное яблоко, но и плоды помельче. Важно! Не всегда устройство оснащено телескопической ручкой. В магазинах можно найти плодосъемник с захватом для яблок, но при этом с фиксированной длиной рукоятки. Поэтому перед покупкой этот момент нужно уточнить. Существуют и другие варианты плодосборников. Например, есть модели с дополнительной леской, позволяющей захватывать черенок. Цанговые съемники могут быть оснащены специальным ножичком, срезающим черенки. Плодосъемник для яблок своими руками. Проще всего заказать плодосъемник в интернете или купить готовый в ближайшем торговом центре. Тем более, что выбор моделей есть и очень неплохой. Однако многие садоводы предпочитают сделать плодосборник самостоятельно, поскольку для этого подходят даже подручные материалы. Плодосъемник для яблок своими руками. Плодосъемник тюльпан из пластиковой бутылки. Своими руками есть совсем простые конструкции. Например, описаны выше тюльпан с пластиковой чашей. Для того, чтобы повторить готовую модель понадобится только пластиковая бутылка на 1,5-2 литра. А также достаточно длинная леска 3 метра. В качестве рукоятки для такой конструкции можно использовать шест или трубку. Пластиковую бутылку моют, обрезают у нее донышко, чтобы получилась чаша. Это можно сделать с помощью ножниц. Объем чаши определяется произвольно, чтобы было удобно ее использовать. С помощью ножа в верхней части делают прорези, напоминающие раскрывающиеся лепестки тюльпана. Затем берут шилы и в каждом из таких лепестков проделают отверстия, чтобы можно было через них протянуть леску. Ее концы затем проводят через горловину бутылки. Важно! В шесте должно быть сделано сквозное отверстие там, где будет зафиксирована чаша. Если нет возможности сделать отверстие, то придется использовать клей. Леску продевают так, чтобы ее короткий конец можно было надежно закрепить. А длинный конец должен быть таким, чтобы было удобно при необходимости сжимать край конструкции. Плодосъемник готов и можно у ближайшей яблони проверить, насколько хорошо он работает. Аналогичным образом делают сборник из бутылки – чаша. Это почти примитивная конструкция. Точно так же, как в предыдущем случае, берут пластиковую бутылку на полтора литра и обрезают у нее дно. Только не нужно делать лепестки, а можно просто вырезать крае острыми зубцами, сделав по периметру неглубокие прорези. Для рукоятки берут жир, трубку или шест, на котором закрепляют чашу с помощью гвоздика или другого крепежного материала. Альтернативные модели плодосъемников яблочной сборники можно делать иначе. Например, возможны такие варианты – закрытый съемник из бутылки. В этом случае круглое отверстие прорезают поближе ко дну. Сверху на нем прорезают зубчики. Полученную чашу фиксируют на шесте. Такая модель поможет снимать сразу по несколько плодов. Съемник из консервной банки. Материал отличается большей прочностью по сравнению с пластиковой бутылкой, так что прослужит плодосборник дольше и подойдет для более крупных и тяжелых яблок. Для этих целей подбирают большие банки. Дно не отрезают, но делают с помощью ножа неглубокие линии, которые затем раздвигают в форме клена, используя для этого плоскогубцы. На противоположной от этого стороне нужны отверстия, через них пропускают проволоку и фиксируют конструкцию на рукоятке. Съемник из консервной банки. Съемник из пластиковой трубы. Нужно только найти трубу большого диаметра, изготовленную из тонкого полимерного материала. С ее помощью можно будет снимать достаточно крупные яблоки. Поверху такой трубы надо прорезать отверстие в виде перевернутой латинской буквы J, на нижней перекладинке которой крепят лезвие. Снизу край обрезают зубчиками, нагревают их и загибают, формируют дно. На рукоятке крепят при помощи саморезов. Многие дачники используют и другие самодельные конструкции, в том числе сделанные из рыболовных сачков. Некоторые совершенствуют описанные выше варианты, добавляя к ним, например, полотняные мешочки, чтобы срывать сразу по несколько яблок. Единственным недостатком таких изделий является отсутствие у них телескопических рукояток. Но, в целом, они достаточно удобны и прекрасно подходят для небольшого хозяйства. Субтитры создавал DimaTorzok